Спасти Байкал. Снова требует стилист Сергей Зверев. Он посетил родной регион и провел там очередной одиночный пикет. По его словам, завод по розливу байкальской воды так и не снесли. Сергей Зверев вновь заступился за Таловские болота на Байкале. На своей странице в Инстаграм он разместил видео, в котором он на Таловских болотах держит плакат с надписью «Спаси Байкал». За его спиной завод по розливу байкальской воды, незаконно построенный, уточняет стилист, завод так и не снесли. Лишь немного для вида разобрали. Звездный активист обращает внимание на то, что весной на Таловские болота должны прилететь редкие краснокнижные птицы, а завод продолжает нарушать экосистему этих мест. Птицы могут просто перестать гнездиться на этих болотах, говорят экологи, выступающие против завода. Год назад Зверев устроил на эту же тему одиночный пикет возле Кремля. За это Мосгорсуд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Вскоре после широкого освещения проблемы болот в СМИ, завод решили снести по решению суда. Причем силами самого же завода его строила компания Аквасип. Почему строение до сих пор стоит, объяснил активист Иркутской региональной общественной организации «Экозащита-365» Денис Букалов. Прокуратура давно вышла в суд, я говорю о немосносе, потому что он до тех пор, пока все суды не проиграет окончательно, никто его сносить не имеет права. Как только он все окончательно, все суды проиграет, тогда уже прокуратура будет требовать снести это строение. Оно недостроено стоит, потому что Сергей Зверев сказал, что оно там чуть разобрали для видимости, но это не так, его просто недостроено, и он как стоял недостроено, так стоит. Мы были там 5 января, соответственно, траншея там, которая, она тоже будет рекультивирована. Летом приезжал специалист-болотовед, он на предварительные изыскания провел. Сейчас, на сегодняшний день, просто должны определить границы этих болот, и тогда вопрос вообще будет решен, потому что там 11 участков, они тоже размежеваны под эти заводы, там примерно 3-4 еще рядом могут строиться, и там активно корейские инвесторы, как раз они сейчас немножко поутихли, а вот перед Новым годом еще они там что-то активничали. И как только эти будут уже окончательно обозначены, что это болото, тогда все, это вопрос с ним, больше никто там ничего строить не будет. Денис Букалов. Прошлым летом Кировский районный суд признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды на Таловских болотах на берегу Байкала. Компания Аквасип подавала операцию на постановление суда, но успеха не добилась, суды продолжаются до сих пор. Завод строился на деньги китайских инвесторов, и за всей этой шумихой просматривается явно нечистая конкурентная борьба, считает шеф-редактор медиагруппы Байкал Телеинформ, журналист и издатель Михаил Дронов. Судя по всему, речь идет о борьбе за земельный участок, на котором бедный китайский инвестор пытался построить. Очень хорошее и нужное региону предприятие. Судя по всему, там речь идет о том, чтобы похоронить посредние надежды на здравое решение. Все это абсолютный дурдом и отжатие бизнеса. На Байкале нужны заводы по розливу байкальской воды. Ни малейшего вреда, сколько-нибудь серьезного для экосистемы, такие заводы не могут принести. Это наиболее прогрессивный, качественный, важный для региона бизнес на возобновляемом природном ресурсе. Такие заводы, неважно чьи они будут, китайские, австралийские, они как раз являются гарантией того, что об экосистеме Байкала будут заботиться. Потому что нафиг нужна за рубежом в Китае, в Израиле грязная вода. Это экологически чистое производство. Михаил Друнов. В марте 2019 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал бесперспективным дальнейшее строительство завода Акваси по розливу байкальской бутылированной воды на Таловских болотах. При этом за два года до этого заявления он же рекомендовал включить строительство завода в перечень региональных инвестиционных проектов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...